Долгое время Долгое время Ведется разработка нового стратегического бомбардировщика, технический проект которого будет окончательно сформирован к 2015 году. В рамках развития стратегических ядерных сил будет произведено укрепление наземной ракетной группировки и модернизацию стратегической авиации двух дальних бомбардировщиков. Будет укреплена и расширена система предупреждения о ракетном нападении. Проведено развертывание новых систем космического базирования, которые будут заниматься обнаружением стартов баллистических ракет. В военно-воздушные войска поступит более 600 самолетов и тысячи вертолетов. Военные летчики получат новые истребители, фронтовые бомбардировщики и штурмовики, а также транспортники. В военном будут переданы новые ударные вертолеты серии Ми-28 и К-52, а также транспортные и транспортно-боевые Ми-8 и Ми-26. Войска Воздушно-космической обороны получат 10 дивизионных зенитно-ракетных комплексов С-500. Кроме того, зенитные ракетные войска пополнятся 56 дивизионами ЗРК С-400. Военно-морские силы России получат 100 надводных и подводных кораблей, включая 20 нестратегических подводных лодок, 35 корветов и 15 фрегатов. Сухопутные войска получат новые танки «Армата» и артиллерийские установки «Коалиция СВ», не имеющие аналогов в мире. Уже сейчас наши стратегические ракетоносцы возобновили постоянное боевое дежурство в небе. Уже сейчас наши подводные лодки месяцами скрыто находятся под самым носом у берегов США. Уже сейчас наши сухопутные войска постоянно отрабатывают на учениях всевозможные сценарии любых конфликтов и успешно применяют полученные знания на практике. Армия России. Мы вернулись. Редактор субтитров А.Семкин